Приветствую друзья, меня зовут Полянский Алексей и на сегодняшнем занятии мы с вами поговорим о том, как создать таблицу в Excel Образец таблицы вы сейчас видите на экране Урок будет состоять из трех частей В первой части мы создадим таблицу, в второй заполним и в третьем я научу вас, как считать проценты в Excel Окей, первое, что нам необходимо сделать, это выровнять ширину столбцов В данном случае столбец A у нас имеет более узкую ширину Столбец B имеет примерно тройную ширину Для того, чтобы расширить границы столбца B нам необходимо навести курсор на пересечение столбцов B и C и увеличить ширину И то же самое сделаем для пяти остальных столбцов так как они у нас находятся рядом и ширина у них одинаковая, примерно полтора столбца Мы увеличиваем ширину Окей, таким образом ширина столбцов у нас готова Теперь нам необходимо увеличить ширину строк Для этого наводим курсор на строку номер 3 Выделяем ее И на границе 3-4 увеличиваем ширину столбца Окей, корсет для таблицы готов Далее выделяем диапазон ячеек с A2 по ячейку G17 И ставим все границы Таким образом у нас получается таблица После чего нам необходимо объединить ячейки В данном случае мы выделяем диапазон с C2 по G2 И заходим, выбираем объединить, поместить в центре То же самое и с номером Выделяем две ячейки, нажимаем объединить в центре И со строкой итогов Выделяем и объединяем Окей Далее обратите внимание, что границы у нас в верхней части таблицы более жирные В нижней более тонкие Поэтому что мы делаем Мы заходим в границы, выбираем тип линии Выбираем полужирный Далее у нас появляется карандаш Мы нажимаем SK То есть мы не будем прорисовывать границы Мы выделяем диапазон И ставим все границы Таким образом у нас сразу все границы будут полужирные Для выделенного диапазона И по тому же принципу работаем с нижней частью Далее заходим опять границы, тип линии И ставим обратно, чтобы при повторном использовании полужирных линий у нас больше не было Также нажимаем SK Окей Теперь Сделаем небольшой перерыв Таблица готова для заполнения А если вам нужны отличные курсы индивидуально с преподавателем Тогда переходите по ссылке в закрепленном комментарии И записывайтесь на бесплатные занятия Где с вами индивидуально поработает учитель Определит ваш уровень И создает программу для дальнейшего обучения Переходим ко второй части урока Заполнению Первое, что необходимо понимать при заполнении Если у нас есть полужирный шрифт Мы должны его сразу поставить Это в верхней части выбираем полужирный И в нижней части также выделяем Ставим полужирный Окей Теперь Смотрим на те моменты, которые мы можем автоматизировать В данном случае мы можем сделать порядок автоматически То есть пишем цифру 1, 2 Выделяем белым крестиком две ячейки И в правом нижнем углу по указателю автоматического заполнения Растягиваем его вниз Если видим, что у нас две решетки Это значит не вместилось Чуть-чуть нужно ширину прибавить Обратите внимание, что при работе в Excel У нас есть два вида позиционирования В данном случае у нас есть позиционирование по ширине и по высоте Для того, чтобы значения разместились по центру Мы выделяем выравнивание по центру А чтобы по середине, выбираем выравнивание по середине То есть здесь есть два независимых выравнивания Это низ, середина, вверх И по ширине Лево, центр, справа Окей Для того, чтобы заполнить ячейки со двигом вниз Мы нажимаем Enter Окей И по тому же принципу делаем с числами Далее Обратите внимание на разворот текста Чтобы сделать разворот вертикально Можно воспользоваться инструментом направления текста Выбираем здесь текст снизу вверх И выравнивание ставим по низу Окей На этом вторая часть занятий подошла к анс Осталось только выполнить заливку Для того, чтобы выделить два диапазона, которые находятся не рядом друг с другом Мы нажимаем клавишу Ctrl Выделили первый и нажали второй диапазон Выбираем зеленый цвет заливки Окей На этом вторая часть занятий закончена Сделаем перерыв Если не сложно, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео Напишите комментарий со словом Как создать таблицу И обязательно подписывайтесь на канал Потому что впереди будет очень много полезных видео Итак, переходим к третьей части урока Нам необходимо посчитать Для того, чтобы посчитать 10% от числа Мы можем воспользоваться следующей формулой Пишем равно Так как любая формула рефункции в Excel у нас начинается с равно И знак умножения Пишем на 10% Нажимаем вот и протягиваем вниз Северный это 55 Можно умножить на 55% Или можно умножить на 0,55 В принципе тот же самый Налог будем считать как 13% То есть мы должны посчитать Оклад Плюс премия Плюс северный Множить на 13% Нажимаем вот Посчитали Также растянули Итого начислено Это у нас оклад Плюс премия Плюс северный Минус налог Также растягиваем вниз Окей Делаем для всех этих значений Формат финансовый Для этого заходим в значок И ставим соответствующий знак Теперь нам необходимо посчитать Сумму среднее Максимум и минимум Для этого мы заходим во вкладку Главное И в правом углу выбираем Редактирование Выбираем автосум И выбираем знак суммы Нажимаем вот И растягиваем вправо Для того чтобы посчитать Средний ячеек Мы выбираем Главное Редактирование Выбираем среднее И обратите внимание Что нужно выделить С ячейки без итога К тому же принципу Делаем и максимум Выбираем максимум Выбираем диапазон ячеек Нажимаем вот И минимум Редактирование Минимум И соответствующий диапазон Далее белым крестиком Выделяем три ячейки И растягиваем вправо Большое спасибо за просмотр Если досмотрели это видео до конца Вы большой молодец Если вы не только посмотрели Но и сделали такую таблицу Вы вдвойне молодец И у вас все обязательно получится Спасибо за просмотр Пишите комментарии Записывайтесь на занятия До встречи в новых видео